Сейчас мы с вами находимся на центральной улице и ориентиром может служить магазин Extra Big C, который находится сразу после третьей улицы. После микрорайона с Big C идет еще одна улочка, тут такое тоже оживленное движение, а в эту сторону направо уходит Сухумбит. До Сухумбита далековато идти, вот там синий штандарт какой-то огромный висит с портретом человека. И здесь находится очень красивое место. Сюда мы приехали специально, ну вернее не приехали, пришли специально, потому что здесь греет мою душу то, что продается. Посмотрите какие красивые растения, часть посмотрим молча, где-то что-то я расскажу. Огромный, ну не огромный, но большой комплекс, где продаются горшечные растения. Вот они по видам, по сортам здесь расставлены. Вот Иваныч делает сейчас фотографии, ну таких фотографий у нас уже из четырех или из пяти поездок. Он, когда в какой-то раз один был здесь, нашел вот это место, очень красивое, привез первый раз фотографии, очаровал меня полностью. И вот с тех пор мы обязательно приходим сюда, на центральную улицу. Я очень люблю рассматривать эти растения, везти их отсюда нельзя, потому что земля это собственность короля. Ну а орхидеи, которые вот там впереди, сейчас мы придем к ним, их можно купить в Лукдоде. Ну только почему-то мы не сняли вот то место, где продаются. В деле находится по пять-шесть ростков орхидей. На банке, на этой, на бутылке, вот собачка нас тут сопровождает всю дорогу, издалека с нами пришла. На бутылках напечатаны, наклеены портреты этих орхидей, которые должны быть во взрослом виде цветущими. И стоят эти орхидеи 190 бат в Лукдоде. Дома у нас растут, растут, но никак вырасти не могут. Ну на самом деле, часть погибла, часть прирастает, но пока еще нет никакого результата. Очередную порцию позвонили домой, спросила у мамы, покупать или нет. Говорят, нет, лучше уже не надо, ограничимся, потому что денег на это истрачено тоже было очень много. Ну а тут вот сейчас будем рассматривать красоту. Здесь купить можно все, но везти это невозможно. Я не большой специалист в орхидеях, хотя дома растут они. Никак претендовать на точность названий я не буду, потому что их большое-большое количество. Вот. Но посмотреть на очень-очень красивые растения мне всегда хочется. И вот они, красавицы и красавцы. И с мелкими цветами, и с крупными. Понятно, что дома такие в таком вот объеме, в таком количестве не вырастут никогда. Я еще понимаю то, что камера сейчас всей красоты не передаст. Вот я здесь на экране вижу какой-то синий, немножко фиолетовый. На самом деле, знаете, вот как лилово, темно-лилово, дымчатый. И удивительные, удивительные оттенки. Такие чудеса создает природа. А что-то и руки человеческие. Поскольку я так думаю, что здесь гибриды тоже есть какие-то. Красота неимоверная. Он какого кота красивого носит. Вообще, кошки тут хозяев, по-моему, не имеют. Живут сами по себе. Ну, я имею в виду в стране. А тут за ними уход. Вот посмотрите, какая красота. Какие они. Удивительно тонкие, красивые. Вот предлагают купить очередную какую-то штуковину. Посмотрите. Замечательные. И очаровательные, и восхитительные. Каких только эпитетов не назовешь. И абсолютно белоснежные. И разноцветные, и с вкраплениями, и с разными чудесами. Настоящий райский сад. И висят они здесь. И вот виднеется субстрат. Это копра, кокоса. И вот ничего тут специально не делается. Но, наверное, поливается только во время от времени. Потому что все-таки тут навес. Ну, хотя тут вот и мешковина. Какой-то или рисовая. Это такая соломочка. Или еще что-то. Сейчас пропустим. Вот, поэтому, наверное, естественный дождь, когда он бывает, когда сезон начинается, тоже поливает. Стекла, вода ушла. Вылилось лишнее вот из таких вот подвешенных. Это дяденька с мешком проходил рисовым. Задел. Какое чудо. Красивое, красивое. Нежно-нежно-розовый. Опять же, не передает камера вот такого удивительного. Ой, а там вот стоят чередусь. Боже ж ты мой. Глаза разбегаются, и не знаешь, куда посмотреть. Вот, смотрите, какие удивительные горшочки и цветочки в них. Какие громадные гиганты. Настоящие гиганты. Чудо. Вот эти абрикосовые, или какие они. Даже не знаю, какой оттенок-то подобрать к названию. И на фоне них вот эти вот огромные-огромные грозди. Красота неописуемая. А вот стоят приготовленные продажи. Вот они. Маленькие, совершенно горшочки. И удивительные. Крепкие. Не ломаются ничего. Что-то из зеленоватого цвета. Вот правда, душа отдыхает. И если она требует, ищет праздника, то, наверное, вот сюда за этим нужно отправляться. Вот вдали еще не цветущие, а отдыхающие орхидеи. Там только-только открываются на некоторых. Сейчас пройдем туда. А здесь уже и отцветающие. Вот смотрите, 50 бат корешок. И 5 за 200 можно купить. То есть, если бы такие чудеса продавались у нас, я думаю, что скупили бы все и сразу. Очень-очень красиво и замечательно. Вот те, которые сюда пройти сложновато. Обходить ряд надо. Ну и там ничего такого особо интересного нет. Вся красота вот здесь выставлена на показ, на продажу. Вот, видимо, они корешками считаются. Тут вот можно посчитать, сколько их. Ну, наверное, работники, продавая, знают, за что они собираются получить деньги. Еще вот с того края. Вот, посмотрите, все туда к свету тянутся, направлены. В керамических горшках таких. Ну, какие. Бело-зеленоватые. Вот, совершенно другой сорт. Перед этим мы, когда приезжали, я фотографировалась на фоне этих орхидей. Были совсем другие, другие цвета. Ну, вот здесь вот смотрим на свет. Поднимаю камеру к свету и немножко не то. Не то, что фотографировать, снимать с земли. И восприятие не то. И эффект не тот, и цвет не тот. Получается темно. Не так видно. Красно-бордовые. Так, ну, пойдем теперь туда пройдем. А потом я уже молча кое-что покажу и полюбуюсь вместе с вами. Отцветающие уже. Тут и пальмы самых разных видов, сортов. Мандарины, но это декоративные. Семена видны? Это, наверное, да, семена этих цветов. Бархатцы или шафраны тут. Не написано там, не наклеено, сколько это стоит. 25 бет. А вот и, смотри, тут и зеленые. Наверное, базилик. Да, базилик написано. Семена базилика. Сейчас 58-й год. До июля 58-го. Ну, так как здесь посадочный сезон идет все время, то есть здесь семена не только цветов, но и зеленых каких-то растений. Это баклажан, наверное, что ли? Да. Такой малюсенький. 15 лет. Много семен. В цветах меньше. 30-й год. Баклажан. 50-й год. Матрушка. Тоже много семен. В общем, что-то. Огурцы вот. Ну, только у нас-то это... Как будет расти, абсолютно неизвестно. Такие беленькие баклажаны. Ну, какие-то гвозди те однослойные. В общем, оказывается, семена продаются. Так. Ой, судя по внешнему виду... Нет, я думала, какое-то пряное растение. Нет. Не знаю, что это такое. С мелкими-мелкими. Барвиночки разные. Или что это такое? Здесь и удобрения продаются. Какие... Не знаю, что это. Бонсай какие-то. Вон тут и ребятеночек. Розы здесь очень красивые. Ну, здесь розам как бы не особо климат. Тут, видно, уже буйство цветения окончилось. Остатки доцветают. Отдыхать будут. Гибискусы разных оттенков. Розы и покрупнее, и помельче. Но уже все. Уже заканчивается их сезон. Так, это корзиночки, видно, под орхидеи. Это портулаки такие. Тут водяные растения. В общем, на все вкусы. Какие бы ни потребовались, все они будут. Ой, а это вот... Там посажены папоротниковые растения. А вот это вот, как веревки или как что такое. Это тоже живые растения. Их даже снять-то близко не получается. А вон какие, с той стороны, как мочалки буквально, мощные. Это маленькие папайи. Вот у них лист лечебный. Как выяснили специалисты, этот лист борется, успешно борется с онкологическими заболеваниями. И сейчас чай из папайи. Это одно из востребованных средств народной тайской медицины. Вот смотрите. Вот такая вот, казалось бы, веревка, пучок висит. А это живое. Это живое растение. Ой, а вот какие интересные. Сверху как будто бы уже все подсохло. А здесь вот оно колосится прямо все. Так, куда-то Иваныч в сад ушел. Сейчас посмотрим, что там. Ну вот правда, кто-то любит ходить по различным местам. Ой, ой, кошки тут. Кошки тут проживают. Кто-то любит ходить по магазинам. Кто-то с пляжа не уходит. Кто как. Да, тут вот питомник кошачий. Их большое количество. А вот какие тут стручки на деревьях. Свет только мешает. Не видно, наверное. Огромное количество стручков. Это какая-то акация. Тут и большие, и маленькие. Плохо видно. Сожалею. Тут вот уже то, что не в маленьких горшочках, а в больших горшках и в катках. О, еще кошка. Ну, сейчас заглянем в ту клетку, огромную, вольер, где они находятся, живут. Вон, сидит под кусточком. Сторож местный. Ну, наверное, когда вот здесь их такое количество напихано, они не воспринимаются такими красивыми. Где-то что-то и надо подвырезать, подудобрить, может быть, как-то. Но когда эти растения уже приходят на свои места постоянного проживания, конечно, вид преображается. Вот смотрите, сколько тут. Вон они, котята. Черненькие, красотульки. Тут вот и пестрая мамашка. Большинство с бубенчиками. Вот. Настоящая тайская киска, к этим привыкли мы. И вот смотрите, сколько тарелок. Там вот отхожие места для них с наполнителем. У каждой своя клеточка, свой вольерчик. И дерево целое с подставочками. И со всем прочим. И миски полные. То есть тут за кошками настоящий уход и досмотр. Сейчас пройдем, посмотрим, что здесь. Вон они. Иди сюда. Вон какая красота с голубыми глазами. Кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Иди сюда. Нет, не хочется. А вон. Маленькие котятки. Он дремлет. Кс-кс-кс-кс. И даже не реагирует. Кс-кс-кс-кс-кс. А тут какие. Саводи-кас. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. А тут какие. И не знаю уж, кто это, кошки или коты-производители. Ну, прям посмотрите, все цивильно. Да что ты? Познакомиться пришел. Вот какой. Какой кота-фей. Серьезный, ничего. Вот так тебе. Ты посмотри, какой любопытный. Ты не сильно стеснительный, да? Вот какой. Молодец. Решил познакомиться не просто так, а лапой-лапой. Где-то еще я котят видела. Не находится сейчас объективом. О, бежит за мной. Бежит следом. Твое добро тут? Твое хозяйство? Да, точно. Кот. Хозяин здешних мест. Поэтому и ведет себя совершенно по-хозяйски. Пройдем сюда, посмотрим еще. На этом наша прогулка закончится. Пока ни разу нам никакого замечания не делали по поводу того, что где-то здесь ходить нельзя и что-то снимать нельзя. Еще кота-фейка. Ой, тихо, ты меня напугала. Видно, от камеры шнурок привлек, подпрыгнула. Тут целый райский сад. Тут ресторан какой-то находится. Заходить туда не будем. Рядом пройдем. Тут еще аллеи с крупными деревьями. Такая вот огромная пальма произрастает тут. Где-то Иваныч нас, наверное, уже потерял. Тут еще розы более свежие. какие-то интересные. Очень красивые здесь. Какие-то или агавы, или что-то там дальше. Банан. Без бананов. А, нет, это не банан. Это огромная стрелиция. Вот папайя покрупнее. Сейчас хочу туда пройти, посмотреть в другую сторону. Ой, тут какие-то капусты декоративные, на каких высоких-высоких ногах. еще выложена тут аллейка. Вымощена, вернее, и розы вдоль нее франжипани. Пока еще маленькие. Тут он настоящий бонсай. пройдем туда. Поддержка нужна ветвям некоторых деревьев, поэтому подперта, но не знаю, что еще это такое. Может быть, это названия тут какие-то. Довольно большая тут территория. Большие деревья когда-то, видно, были посажены. Может быть, никто не купил, теперь уже вросли и проживают тут еще кошки. В общем, в общем, очень здорово и интересно. Ну, сейчас пойдем. Где же там Андрей Иванович? Пойдем получать замечания за потерю. Ну, точно. Вон уже кричат. Я здесь. там уже сад, кафешка. Ну, все. Прощаемся с этим интересным местом. Только куда я захлюсь. Будет возможность, побывайте. Посмотрите. А вот огромные стручки, которые висели на деревьях. Вот такие семена. На, таких семян взять. Ну, возьмем. Все. Будет возможность. Обязательно побывайте здесь. Не пожалеете.